Вот большой вопрос. У апостола Павла, там цитируется первое послание к Коринфянам, очень такое, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не было даже у язычников, что некто вместо жены своей имеет жену отца своего, он то есть мачеху, я понимаю, да? И вы возгорделись вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании на вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, вообще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане воизмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться и так далее. Значит, вот женщина пишет, а можно ли так поступать другим страстям и грехам, не только о блудодеянии, например, там, скажем, к алкоголизму, например, да, или к другому какому-то греху. Значит, в целом можно, но это исключительные случаи. Например, если вы помните, Анания и Сапфира были убиты Духом Святым, по слову апостола Петра, за то, что они не украли ничего, нет, но они с хитрецой пожертвовали. Когда все отдавали все, они чуть-чуть себя отделили, как бы, а остальное... То есть с точки зрения вообще мирской, как бы, они ничего страшного не сделали. То есть у нас сегодня дух сребролюбия, дух наживы, дух обмана, мошенничества настолько распространен, как бы, что на фоне этих людей всех, которые живут и благоденствуют, и никто не убивает их, никто не апостол Петр, не благой утешитель. А Анания и Сапфира пали мертвыми, как бы, вот... Значит, мы имеем дело с исключительной строгостью Господа в определенные моменты времени, в апостольский период церкви. Надо понимать, что здесь сам Павел, это живой мертвец, он весь заклался за Господа еще при жизни, и он болеет о коринфинах, он требует от них жесткости. Он сам жесток, он требует от них жесткости. То есть можно, можно. Он дальше, собственно, там ответ у него и есть дальше. Он пишет, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Да, то есть общаясь с блудниками, там, теми же лихаимцами, хищниками, значит, должен разделять это кто. Если он чужой для церкви, он как бы не... Значит, ты можешь с ним общаться по каким-то там житейским делам, а если это христианин, то, да, нет, его нужно извергать. Но я писал, он мне общаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, и так далее, он там переследовал. Вот. Это требование церковной чистоты, которое требует, в общем-то, осторожного действия, потому что надо выгнать всех, если стать на стражу вот сказанного слова и позвать Павла на помощь, брать метлу и гнать всех вон. Всех причем, вообще, прям начиная с алтарей, как бы это заканчивая притвором, как бы всех выгонять, потому что на каждом найдется что-нибудь. Будет ли это хорошо? Не знаю. Может быть, да. Может быть... А может быть, нет. Потому что история, она дает разные причины. Вот, например, может быть, жестокие гонения, те же большевистские, например, на нашу русскую церковь, они были компенсацией за то, что церковь не самоощущалась в течение предшествующих столетий. И в ней она позволяла существовать каким-то маленькому числу праведников наряду с большим числом сребролюбцев, гордецов, вполне мирских людей, которые от имени церкви управляли этим всем. И вот это накопился гнойник, потом прорвался через гонение. Может быть, так. Это такой вариант понимания истории. А может быть, мы сейчас включим режим строгости, у нас никого не останется. Потому что современные люди – это такие серьезные калеки. И они как бы ползут в эту церковь бедную и доползают через свои грехи, доползают с покаянием. На них видны, как на овцах, спасенных из зубов волка, следы этих волчьих зубов. У них все тело в шрамах. Один там пять раз женился, второй во всех сектах побывал, четвертый спиритизмом занимался, пятый там вор, четвертый блудник. Короче, и сейчас мы всех их повыгоняем, тут все-таки надо подумать, а что Христос скажет. Потому что Христос называет церковью тех, кого он упрекает. Например, в церкви апокалипсиса он их ругает, прям ругает, угрожает им, говорит, приду, сдвину светильник твой, если не покаешься. Но это церкви. Позволяй жене Изавели блудодействовать, вводить в соблазны рабов моих. Но это церкви. Понимаете, они церквями от этого быть не перестают. Так что это вопрос более серьезный, чем я могу, например, взять на себя ответственность, полную ответственность за точное исполнение сказанного, что только так и не иначе. Все-таки, например, представьте себе, была эпоха гонений. Впервые у церкви массово возникали такие проблемы, когда были эпохи гонений, например, гонения Домициана, одной из самых лукавых и тяжелых, когда целые епархии как бы обрушивались, когда люди массово отрекались. Это мы смотрим на историю церкви, на историю побед. Но там был не только великомученик Георгий, там было много изменников. Люди, которые перед страхом огня, расплавленного железа, да просто-напросто ссылки, например, лишения должности, они приносили жертвы бесам, почитали императора Богом, отказывались от христианских званий и уходили в стан язычников. Иногда это было очень массово. А потом, например, гонения как началось, так и заканчиваются. И они начинают рвать на себе волосы, плакать, говорят, Боже, какая же я сволочка, как же я оттрехся от моего Иисуса, как же я не смог, как же я как же, как же, как же. Вот эти тысячи людей вдруг пришли в церковь, вот тогда у церкви впервые возник вопрос вообще, а как к этим относиться людям. И церковь разделилась тогда на две очень серьезные партии. Одна партия сказала, эти люди никогда больше не будут христианами. Однажды, изменивши Христу, отпадши там по страху там, или по корысти, или там по малодушию, как хочешь, эти люди должны быть навсегда извергаемы. Ну так, в духе такой, настоящей строгости. Как ты мог отречься от Иисуса Христа? Как? Вон отсюда навсегда. Одна партия. Вторая сказала, нет, нет. Петр тоже три раза отрекся. Надо дать им шанс. И та партия, которая была вот за эту позицию, за ней было будущее. Она сохранила церковь. А те строгие, как бы борцы там за то, они создавали свои расколы, донатистский раскол, там раскол кофаров, и они не были правы. Потому что эти кающиеся потом возвращались, они там стояли в притворах, они лили слезы, они долго не могли причаститься, они умоляли отцов простить их там, они проводили годы в покаянии, и из них потом были святые. А там уже все было по-другому. Поэтому с точки зрения формальной правды, да, сблудил, вон отсюда, какой же ты христианин, ты блудник, а не христианин. Пьяница, вон отсюда, какой же ты христианин, христианин ты пьяница. Там что-то еще, например, там сделал, как, да, мы тогда поехали дальше, три раза, три воскресенья подряд не было в храме, вон отсюда, какой же ты христианин, ты вообще не молишься. Ты уже три недели не причащался, как ты вообще живешь на свете? Ну так, так по-строгому. А там что-то еще там, что-то, колбасы съел в пятницу, вон отсюда, какой же ты христианин, ты обжора, значит, ты как-то, ты нарушил великий пост, все, значит, и так далее, и тому подобное. Но, что, с чем мы останемся? Надо подумать хорошо. То есть, поэтому, Павел пусть поможет нам, сам Павел пусть нам поможет, потому что в разных условиях к одному и тому же гангренозному там этому очагу, к какой-то опухоли духовной, нужно относиться по-своему. И когда два человека болеют одной и той же болезнью, их и лечат даже по-разному, потому что у одного, например, слабое здоровье, у другого посильнее. Этого можно сильнее вздрючить, а тот, ну, не может, умрет от твоих пилюль. Короче, если бы так все было просто, чтобы церковь собиралась, вот это есть в протестантских общинах, но у них-то есть такая претензия, что, дескать, мы все святые. Не, у нас нет такой претензии. Церковь обращена к грешникам. Христос пришел в мир грешников спасти. Павел, тот же Павел пишет, великая беспрекословная тайна, значит, что пришел Христос в мир грешников спасти, от них же первый есть я, он говорит о себе. А ранее, в 4 главе, он же говорит, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Тогда каждому будет похвала от Бога. То есть, с одной стороны, он говорит, выгоняйте этого, и мы в духе скажем, о, я знаю еще пару блудников, давайте их погоним. Потом я читаю того же Павла, он говорит, да не судите прежде времени, пока не придет Господь. Поэтому, все-таки нам вменяется осторожность. Именно для этого Писание говорит, и так, и так, чтобы мы понимали, кого выгнать, кого оставить, кому дать еще шанс, а у кого уже все шансы пройдены. Как бы здесь цена ошибки очень велика. Вот. И лучше простить виноватого, чем наказать невиновного. Это такой есть, такой термин в юриспруденции. Не дай Бог ошибешься. Это непростительная ошибка. Так что, в целом, можно снимать шкуру с грешника, выгонять их. Но, как бы эта строгость не обратилась во вред, как бы мы не потеряли последнюю паству, как бы мы не закрыли себе двери в вечность, потому что, может быть, из этих-то грешников получатся лучшие христиане. Мы же не знаем будущего. А мы, как бы, вот такие борцы с грехами, как бы, вдруг окажемся у закрытых дверей и скажем, Господи, отверзи нам, он скажет, не знаю вас. Это очень страшный вопрос. У меня нет исчерпывающего на него ответа, хотя вроде все ясно. Но далеко не все ясно. Вся история церкви боролась с этим вопросом. Где грани между строгостью и прощением? Где можно миловать, а где миловать поздно? Вся история церкви заключена именно в этом проблеме. Субтитры создавал DimaTorzok